По оценкам ООН, каждый год больше 4 миллионов человек во всем мире переправляют через границы государств для подневольного труда. На сегодняшний день это один из самых налаженных видов преступной деятельности, приносящий криминальным синдикатам до 150 миллиардов долларов в год. Согласно данным ООН, в современном рабстве находится около 40 миллионов человек, в 4 раза больше, чем население Беларуси. Только задумайтесь об этих цифрах. Мир развивается очень быстро. Общество давно стало на путь глобализации. Нам проще обмениваться деньгами, товарами и идеями. Проще путешествовать по миру. Границы государств становятся более открытыми, а люди ближе друг к другу. К сожалению, это открывает возможности не только для человеческого прогресса. С приходом глобализации международная преступность также вышла на новый уровень. По некоторым оценкам, торговля людьми уже опередила торговлю оружием и вплотную приблизилась к наркотрафику по шкале прибыльности преступного бизнеса. Очнуться в заперти в подвале, сарае или чужом доме, без паспорта, телефона и денег, без прав и возможности вырваться на свободу – страшный сон для любого человека. Но, к сожалению, рабство в наши дни не исчезло. И даже наоборот, с каждым годом оно приобретает все новые формы. Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силы или ее применения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения путем подкупа в виде платежей или выгод. Эксперты выделяют 10 основных видов торговли людьми. Это трудовая эксплуатация, сексуальная эксплуатация, подневольная работа в качестве домашней прислуги, торговля органами, детская проституция, принудительный брак, принудительное попрошайничество, использование детей в вооруженных конфликтах и принудительный детский труд. Большинство из нас слышали о торговле людьми, но лишь немногие осознают уровень этой проблемы. Пожалуй, главное заблуждение думать, что это не происходит в вашей стране. К сожалению, это слишком прибыльный бизнес. Преступление совершается по всему миру, и Беларусь не является исключением. Торговля людьми в Беларуси число подобных преступлений только растет. Прежде всего это касается слабой половины человечества. В частности, молодых девушек крадут и отправляют отбывать секс-повинность на подпольных порно-студиях или в борделях. Только по официальным данным с июня 2015 по декабрь 2019 года в Беларуси 1396 человек зарегистрированы как потенциальная жертва торговли людьми. 233 из них это дети. Причем это лишь официальные данные. Они отражают видимую сторону всей проблемы, тогда как реальные цифры могут быть значительно выше. И это нельзя замалчивать. Мы должны знать о проблеме и разбираться в ней. Осведомленность каждого из нас поможет сократить число потенциальных жертв, поможет не стать потребителем их труда, тем самым косвенно содействуя росту преступного бизнеса, поможет спасти жизни и оказать эффективную своевременную помощь пострадавшим. Торговля людьми не обязательно предполагает перемещение человека через границу. Она может проходить в пределах одной страны или региона. В мире существуют разные определения торговли людьми, но постепенно специалисты приходят к общему мнению, что этот процесс состоит из трех основных элементов. Действия. Например, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей. Средства. А именно факт обмана или принуждения. Это могут быть прямые угрозы, применение силы, похищение, мошенничество, злоупотребление властью, уязвимостью, положение или подкуп. И цель, которая может включать сексуальную эксплуатацию, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, схожие с рабством или изъятие органов. Важно понимать, что человек может даже дать согласие на свою эксплуатацию и все равно считаться жертвой торговли людьми. Согласие не играет никакой роли, если оно получено под давлением. А если жертвой является ребенок, то наличие согласия неважно в принципе. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение детей для любых целей считаются торговлей детьми, даже в том случае, если они не связаны с применением силы или обмана. Когда мы говорим о торговле людьми, кого мы представляем в первую очередь? Мигранты, беженцы, люди за чертой бедности или из неблагополучных семей? Кажется, что именно они становятся жертвами преступлений. Но статистика показывает, что от попадания в рабство не застрахован никто. Люди с достатком, из благополучных семей, с высшим образованием. В сети работорговцев может попасться любой человек. В международных документах для определения процесса превращения человека в жертву используется термин виктимизация. Существует целая наука, виктимология. В буквальном смысле это значит учение о жертве. В виктимологии исследуют психологию людей, которые стали жертвами преступлений. Дело в том, что обычный человек и жертва мыслят и ведут себя совершенно по-разному. Когда мы находимся в безопасности, то здраво оцениваем ситуацию. Можем принимать правильные и логичные решения. Но в стрессовых условиях, когда нам угрожает опасность или психологическое давление, то поведение резко меняется. Снижается устойчивость психики, способность к сопротивлению и адекватные оценки происходящего. Таким образом, виктимизация – это результат действий преступника по отношению к жертве. Это сложный психологический процесс, в котором выделяют несколько этапов. Все начинается с первичной виктимизации. Это первое взаимодействие между преступником и его жертвой, а также прямые его последствия. В результате человек получает физический, материальный или психологический вред. Второй этап – это реакция жертвы на преступление. Человек понимает, что он в ловушке, у него меняется самовосприятие, проявляется так называемое поведение жертвы, в котором человек теряет способность сам себя защитить. Например, женщин, а часто и мальчиков, оказавшихся во власти торговцев людьми, вовлекает в сексуальную эксплуатацию. Часто их избивают, насилуют или лишают еды до тех пор, пока они не согласятся выполнять все требования торговцев. В большинстве случаев хозяин отбирает у жертвы документы и полностью контролирует ее передвижение. Со стороны нам понятно, что человек стал жертвой, но на практике незнание языка, отсутствие денег и документов, нелегальный статус, боязнь полиции вызывает у жертвы стыд, чувство вины. Все это только усиливает зависимость от торговцев. Но, к сожалению, даже если у людей получается вырваться из оточения, уже на воле они часто подвергаются повторной виктимизации. Обвинение, мол, виноваты сами, неуместное поведение – все это сильно усугубляет страдания жертвы и мешает вернуться к нормальной жизни. Стигматизация или, по-простому, стереотипы – это серьезная проблема, с которой сталкиваются почти все пострадавшие от торговли людьми. Предубежденность по поводу виновности жертвы, ее греховности, грубое обращение, некорректное публичное высказывание – это далеко не полный перечень того ужаса, с которым сталкивается человек, пострадавший от торговли людьми. И это нужно менять. Беларусь завершает процедуру присоединения Конвенции Совета Европы о противодействии торговли людьми. Новые формы противодействия торговли людьми опробуют в Беларуси. В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми. Каждая десятая жертва нелегальной эксплуатации в нашей стране не достигла совершеннолетия. Молодежь в борьбе с торговлей людьми в Воложинском районе проходит летний лагерь, изучает действуй, поделись. В 2012 году в Беларуси вступил в силу закон о противодействии торговли людьми. Разработан и действует механизм идентификации жертв. В его работе задействованы государственные органы, общественные объединения и международные организации. Оказаться лицом к лицу с человеком, пострадавшим от торговли людьми, может каждый – пограничник, сотрудник милиции, врач, педагог, сотрудник сферы социального обслуживания. Поэтому для борьбы с преступлением важно взаимодействие всех организаций. А еще важно, чтобы на всех этапах мы точно понимали, с какой проблемой столкнулись и как правильно ее разрешить. Выявление жертв торговли людьми – непростая сдача. Часто жертвы сами не обращаются за помощью и не признаются в том, что стали объектом торговли людьми. Например, винят себя в произошедшем, боятся, что окружающие узнают о случившемся, стремятся поскорее забыть о том, что им пришлось пережить или до сих пор не находятся в безопасности, боятся последствий. К тому же многие сами не понимают, что являются пострадавшими от преступлений. Они думают, что стали жертвами обмана или собственной глупости. Многие склонны обвинять себя в случившемся, поэтому мы не должны руководствоваться только тем, как видеть сложившую ситуацию потенциальная жертва. Давайте рассмотрим основные индикаторы торговли людьми. Во-первых, возраст. Так как основная цель преступников – трудовая или сексуальная эксплуатация, дети и молодые взрослые находятся в большей группе риска, хотя это не отменяет возможность стать жертвой в любом возрасте. Пол. Чаще всего торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации подвергаются женщины. Но важно понимать, что среди жертв встречаются и мужчины, чаще всего подростки и мальчики. А вот торговля людьми для принудительного труда не зависит от пола. Для разных работ привлекают и женщин, и мужчин. Документы. Как правило, жертвы торговли людьми не имеют на руках документов и проездных билетов. Их забирают преступники, чтобы контролировать человека. Последнее местонахождение. Дополнительным индикатором может стать место, где была жертва перед попаданием в поле зрения правоохранительных органов. Доказательство насилия. Важный индикатор. Любые признаки физической травмы. Так как жертвы часто подвергаются насилию со стороны торговцев людьми, работодателей и клиентов. Но главный признак – это контроль. Так как торговля людьми состоит из действий, в которых преступники через принуждение или обман получают контроль над жертвами и стараются не терять его ни на минуту. После выявления жертвы главное – как можно быстрее переместить человека в безопасное место, немедленно оказать медицинскую и психологическую помощь, оценить, угрожает ли человеку опасность. И хотя в первую очередь защита от дальнейшего вреда требуется именно жертве, другие люди также могут получать угрозы со стороны преступников. Например, это касается осведомителей и свидетелей, членов семьи и друзей жертвы. Только когда мы уверены в безопасности человека, можно переходить к интервью. Для этого надо понять, нужны ли человеку услуги переводчика и предоставить их в случае необходимости. Если речь идет про редкий язык, можно организовать скайп-конференцию. Выяснить, требуется ли человеку участие его законного представителя и при необходимости обеспечить это участие. Провести интервью с потенциальной жертвой. Заполнить анкету потенциальной жертвы, информируя человека о его праве на бесплатную защиту и реабилитацию в течение 30 дней со дня заполнения анкеты вне зависимости от его участия в уголовном процессе. Это анкета человека, который мог пострадать от торговли людьми. Данные из нее используют, чтобы определить, является ли человек жертвой торговли людьми или связанных с ней преступлений. Тут содержится несколько подробных вопросов об обстоятельствах предполагаемого преступления. Анкета должна заполняться в присутствии потенциальной жертвы и только с ее согласия. Дальнейшая идентификация жертв торговли людьми проходит в течение 30 дней с момента заполнения анкеты только при согласии пострадавшего. В случае отказа от прохождения идентификации за человеком сохраняется право на применение в отношении него мер по защите и реабилитации в течение 30 дней со дня заполнения анкеты. Если для осуществления идентификации необходимо делать запрос в другое государство и другой запрос, который невозможно выполнить в течение 30 дней, идентификация приостанавливается до дня получения ответа, но не может продолжаться более трех месяцев. Идентификацией жертв занимаются органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, прокуратуры и следственный комитет. Также идентификация жертв торговли людьми может быть инициирована дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, органами по труду, занятости и социальной защите, учреждениями образования, государственными организациями здравоохранения, центрами по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи. Кроме того, в Республике Беларусь пострадавших от торговли людьми могут выявлять общественные объединения, международные и иностранные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми. Эти организации вправе инициировать процесс идентификации жертв торговли людьми перед государственными органами. При этом безопасность жертв и их близких должна всегда оставаться главной целью и приоритетом. Сотрудник, который столкнулся с жертвой торговли людьми, должен понимать причину страха, который она испытывает. Один из ключевых моментов здесь – это стыд, некое социальное клеймо, которое получают жертвы торговли людьми, особенно вовлеченные в сексуальную эксплуатацию. Например, выдавая направление на реабилитацию, нужно стараться избегать термина «жертва торговли людьми», а использовать такие понятия, как «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми». Все это позволит избежать стигматизации человека в будущем. К сожалению, часто встречается другая проблема – криминализация жертв торговли людьми. Например, у пострадавших может не быть миграционных документов или разрешения на работу. Их личные документы могут оказаться поддельными, а действия, которым их принуждали силой, могут быть незаконными в стране назначения. Например, секс-бизнес, торговля наркотиками или попрошайничество. Во всем мире растет международное признание того, что ставшие предметом торговли люди не должны подвергаться судебному преследованию за нарушение иммиграционных законов или за деятельность, в которую они были вовлечены в результате рабства. По закону, любой человек, который мог пострадать от торговли людьми, имеет право на защиту и реабилитацию в течение 30 дней со дня заполнения анкеты вне зависимости от его участия в уголовном процессе. При этом важно помнить, что направление человека в государственные или другие организации возможно только с его согласия или согласия законного представителя. В Беларуси помощью пострадавшим от торговли людьми занимаются Министерство труда и социальной защиты для людей старше 18 лет, Министерство образования для несовершеннолетних от 3 до 18 лет и Министерство здравоохранения для детей до 3 лет. Вместе они оказывают следующие виды помощи. Предоставляют временные места пребывания и питания. Оказывают правовую, медицинскую и психологическую помощь. Находят семьи несовершеннолетних пострадавших или устраивают их на воспитание в другие семьи или детские учреждения интернатного типа. Помогают найти постоянную работу и оказывают материальную поддержку. Все эти меры в совокупности дают заметные результаты. С 2002 года представительства Международной организации по миграции в Беларуси вместе с МВД и другими партнерами оказали помощь более 3,5 тысячам людей. Мы оказываем психологическую, юридическую, гуманитарную, медицинскую и финансовую помощь. Направляем пострадавших на обучающие курсы для получения новых профессий. Поддерживаем пострадавших на всех этапах. Это единичное действие и комплексная поддержка по общей реинтеграции же от торговли людьми. Реинтеграция – наша главная цель. Это включение человека, пострадавшего от торговли людьми, в социальные структуры своей страны. Восстановление связи с друзьями, родственниками, соседями или создание нового круга общения. Реинтеграция включает обучение профессии, поиск работы, обучение жизненным навыкам, которые человек мог утратить в ситуации рабства. Этап реинтеграции – долгосрочный и многогранный процесс, который не завершается до тех пор, пока человек снова не становится активным членом общества и начинает участвовать в экономической, культурной и гражданской жизни страны. Некоторые думают – все это хорошо, но что я один могу сделать? В сложившейся ситуации решающую роль часто играют именно случайные очевидцы, которые в нужный момент оказались рядом, распознали ситуацию и правильно себя повели. По большому счету, каждый может сыграть свою роль в борьбе с торговлей людьми – от учителей и врачей до тех, кто оказывает первую помощь. Борьба с торговлей людьми требует общих усилий. Это начинается с обычных людей, с нас, наших коллег. Мы все можем внести свой вклад, чтобы помочь положить конец этому страшному преступлению раз и навсегда.